Только недавно мы с вами на другом канале говорили о том, как немалая часть современных актеров просто немилосердно эксплуатирует свое происхождение и цвет кожи. Самым показательным примером в данной ситуации было то, как Терренс Говард недавно затребовал у своего агентства компенсацию в размере более 100 миллионов долларов, якобы за то, что ему недоплатили во время съемок в сериале Империя, естественно из-за его цвета кожи, и подобных примеров явных манипуляций сейчас пруд пруди. Теперь же вновь поднять вой решил и новый доктор Кто Шутигатва, который не просто в очередной раз наехал на зрителей, но и начал рассказывать, как в современном обществе превозносят белую бездарность, в то время как всех остальных, ну в первую очередь конечно черных, прям вот ущемляют по всем фронтам. Короче у нас тут нарисовался, кажется, новый Джун Бойга или его соратник. Всем привет, с вами Юту и мы начинаем. Итак, не будем сейчас опять пересказывать, кто такой Шутигатва и как он стал новым доктором Кто, тут можно лишь напомнить, что первая слава к этому британскому актеру руандийского происхождения пришла после сериала «Половое воспитание» от Netflix. Ну а сразу же после того, как он стал новым доктором Кто, публика тут же воспротивилась такому вот кастинговому решению. Новые эпизоды с обновленным доктором получили худшие рейтинги, наименьшую активность со стороны зрителей, чуть ли не за все десятилетия существования данного шоу. Оно и не удивительно, ведь новый исполнитель главной роли не скрывает, что он хочет превратить данный сериал и легендарного уже персонажа в какое-то посмешище, продвигающее нужные личные ему Шутигатве посылы. Например, актер ранее заявлял, что его доктор будет самым гейским доктором за все время существования сериала. Также недавно он выдал другую гениальную идею, что им обязательно нужна сцена, где главный герой будет побеждать монстра при помощи танца, например, Тверка. «Да, это просто отличная идея», — сказал Шутигатва. «Мне нужен большой танцевальный номер, вот что я собираюсь внести во вселенную. Мне нужно, чтобы у доктора был большой яростный танец, который уничтожает монстра Тверкингом». Далее актер рассказал, что его персонаж будет носить всю одежду подряд, женскую, мужскую, любую, вообще без разницы, ну и так далее. Короче, понятно, что доктор, кто никогда не воспринимался прям как что-то суперсерьезное, но сейчас исполнитель главной роли просто сознательно лепит из данного сериала и своего персонажа какого-то убогого клоуна. Но что самое интересное, при этом чувак еще и успевает жаловаться и обвинять всех вокруг. Прежде, правда, чем об этом поговорить, нажмите на кнопку подписки и поставьте лайк, так вы сильно нам поможете. А еще загляните в нашу телегу, так поможете уже себе не скучать и получать все самые интересные новости. Так вот, как выяснилось, новый исполнитель роли доктора кто еще и считает себя оскорбленным и униженным. Конечно же, из-за того, что он черный, кто б сомневался. В своем недавнем интервью Гатва начал заводить любимую шарманку актеров вроде него об ужасном угнетении и неравенстве. Существует так много белых посредственностей, которые прославляются, а чернокожие люди, мы должны быть абсолютно безупречными, чтобы в любом случае получить хотя бы половину этого, заявил Гатва. Итак, я постепенно отучаюсь от этого и говорю, ни черта, ты заслуживаешь любви просто за то, что существуешь. И это научило меня быть намного более любящим каким-то странным образом. Также актер Нил, мол, их, ну я так понимаю, чернокожих, учит, что они должны быть безупречными, чтобы добиться успеха. А мол, это неправильно, ведь его должны любить все просто потому, что он есть такой. Интересное заявление, конечно, но кроме того, актер не забыл обложить, сами знаете, чем еще и людей, которые, в принципе, дали ему путевку в профессиональную жизнь. Ну, то есть, показал свою благодарность, конечно. Авторы в сериала «Половое воспитание», после которого данного актера, в принципе, хоть кто-то узнал. Он рассказал, что продюсер первого сезона однажды подошел к нему с предупреждением об импровизированных репликах персонажей, потому что продюсер боялся, что это не понравится белым зрителям. Ко мне подходили продюсеры и говорили «Это импровизация, я не думаю, что белые люди это поймут», сказал Гатва. А я подумал «Белым людям этого не понять, в этом сериале много белых людей, и белые люди должны их понимать, но я хочу, чтобы эта другая группа людей поняла Эрика, и вы тоже этого хотите, и они это получили», ну и бла-бла-бла. Вроде ничего такого, с одной стороны, но уже некий намек, что продюсеры Нетфликса типа вроде как тоже скрытые расисты, хотя, блин, это же Нетфликс, черт возьми. Короче, в полку вечно нующих, кажется, прибыло достойное подкрепление для Джона Бояги. Что думаете? Пишите об этом в комментариях, также обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и переходите в нашу телегу. Спасибо всем, кто был с нами, пока-пока.